МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события города и региона в ближайшие 15 минут. Здравствуйте в эфире новости Тольятти в студии Иван Шумилин. И начнем с главного политического события. Выборы завершены, подводятся итоги. Напомним, в этом году жители Самарской области выбирали депутатов в Государственную думу и народных избранников в областной парламент. В Самарскую губернскую думу зарегистрированы кандидаты от 11 партий. Для сравнения, в 2016 году их было 8. Нынешнее голосование длилось 3 дня. Свои голоса россияне начали отдавать еще в пятницу, 17 сентября. Завершилось голосование в 20 часов 19 сентября. По итогам подсчета голосов ЦИК Российской Федерации на выборах в Государственную думу лидирует партия «Единая Россия». Секретарь Самарского рекотделения «Единой России» Дмитрий Азаров поблагодарил избирателей, которые отдали свой голос за кандидатов от партии. Я хочу поблагодарить все избирательные штабы, исполковые. Я хочу поблагодарить всех наших депутатов действующих, муниципальных депутатов, которые, как настоящие агитаторы, лидеры общественного мнения, проводили агитационную работу в своих округах по поддержке наших кандидатов. Хочу, конечно, поблагодарить общественные организации, с которыми мы сотрудничаем на протяжении многих лет и которые помогли нам и сформировать программу, и обеспечили доверие большинства жителей Самарской области. Обработано уже 100% бюллетеней. Стали известны результаты голосования по России в Государственную думу. Данные опубликовали в ЦИК Российской Федерации. На первом месте партия «Единая Россия». Она набрала почти 50% голосов. У КПРФ – 18,96%. ЛДПР – 7,5%. У партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» – 7,44%. «Новые люди» – 5,33%. Самарская область в том числе голосовала за партии, которые, по мнению жителей нашей области, должны пройти в Государственную думу. И вот как распределились голоса. За «Единую Россию» в Самарской области проголосовали 44,31%. За КПРФ – 23,28%. За ЛДПР – 7,45%. За партию «Справедливая Россия. Патриоты за правду» – 6,32%. И за партию «Новые люди» – 5,62%. И теперь о результатах выборов в Самарскую губернскую думу по партийным спискам. Данные опубликованы Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Итак, в областную думу проходят следующие партии. «Единая Россия» – 44,11% голосов. КПРФ – 20,61%. ЛДПР – 7,5%. «Справедливая Россия. Патриоты за правду» – 6,37%. «Новые люди» – 5,73%. И предварительные итоги выборов депутатов в Государственной и региональной парламенты по одномандатным округам. В шестом округе на выборах в областную думу лидирует Максим Гусейнов, который представляет партию «Справедливая Россия». В седьмом округе победу одерживает кандидат от «Единой России» Денис Волков. В восьмом – его соратница по партии Екатерина Кузьмичева. В девятом округе большее число голосов у Геннадия Говоркова, представителя КПРФ. А в десятом и шестнадцатом округах – лидерство у представителей партии «Единая Россия» Елены Сазоновой и Владимира Дудцева. По довыборам в Тольяттинскую городскую думу победил Максим Гусейнов. На выборах в Государственную думу в 159 округе Леонид Калашников от партии КПРФ. По официальным данным обл. избиркома, явка избирателей в Самарской области превысила 43%. Своим конституционным правом воспользовались более миллиона жителей губернии. В лидерах по активности избирателей – Хворостянский район. Здесь проголосовали свыше 91% избирателей. Съемочные группы нашей телекомпании работали на протяжении всех трех дней голосования. Как проходили выборы в Тольятти, расскажем в нашем обзорном сюжете. Выборная кампания 2021 года проходила в условиях пандемии. Поэтому для обеспечения безопасности процедуры голосований и сохранения здоровья граждан были предприняты беспрецедентные меры. Трехдневное голосование было решено провести в целях безопасности жителей в период пандемии COVID-19. На входе в избирательные участки всем измеряли температуру, обрабатывали руки антисептиком. Места для голосования постоянно обрабатывали в целях безопасности. За ходом выборов в регионе следили более 5000 общественных наблюдателей. В Тольятти гости из-за рубежа, международные эксперты из Ливана, Израиля и других стран остались приятно удивлены высоким уровнем организации выборного процесса. Уровень организации выборов в Тольятти очень высокий. Постоянно идет видеонаблюдение. Также правоохранительные органы с помощью камер могут следить за всем происходящим на избирательных участках. Главное отличие нынешних выборов – большое количество молодых кандидатов. Именно Самарский регион представляла самый молодой кандидат в Государственную Думу – 21-летняя жительница Тольятти Ирина Долгополова. Для меня это очень важное и волнительное событие. Я считаю, что каждый человек должен отдать свой голос, проголосовать, потому что это гражданская позиция. Мы все ждем результатов, потому что очень большая работа проделана не только мной, но и моей командой. Под прицелы камер попали все участки для голосования. Каждый избирательный участок, а всего их в Самарском регионе, 1802, были снабжены либо камерами видеонаблюдения, либо видеорегистраторами. Одна камера была сфокусирована на железном ящике, куда помещаются сейф-пакеты. Вторая – на общий план помещения, так, чтобы в фокусе были все урны для голосования. В регионе были созданы ситуационные центры видеонаблюдения за ходом голосования. Они осуществляли круглосуточный мониторинг. В Тольятти такой центр видеонаблюдения находился по улице Лизы Чайкиной, 87. Все трансляции и ходы голосования зафиксированы, и в случае возникновения спорных моментов можно поднять и просмотреть видеозапись любого избирательного участка. Наблюдение в ситуационном центре осуществляли волонтеры, прошедшие специальное обучение. В Тольятти для них было оборудовано 10 рабочих мест с ноутбуками и бесперебойным подключением к системе видеонаблюдения. С каждого компьютера можно было осуществлять наблюдение за 25 избирательными участками. Вчера я работал, получается, во вторую смену, это с двух часов дня до восьми вечера. И наблюдал, имел возможность наблюдать, как закрываются собственные избирательные участки, как происходит сам процесс. Не подсчет, а перемещение бюллетеней из обычных урн в специальный сейф-пакет и убирается в сейф. В Самарском регионе активность избирателей была достаточно высокой. Явка составила свыше 43%. Молодожены из Самары на избирательный участок отправились сразу из ЗАГСа. Мое мнение такое, что если будут голосовать все, то тогда и результаты будут более правдивы, поскольку каждый будет, так сказать, выражать свое мнение и в то же время контролировать то, что происходит. А если будут все отиживаться, то тогда и результат будет непредсказуемым. Но это чисто мое мнение. В голосовании приняли участие известные деятели культуры нашего города. Выбор – это основной способ воздействия на власть. И этот выбор дается гражданину нечасто. Один раз в несколько лет. И каждый человек обязан это использовать. Я голосовал всегда, никогда не пропускал, сколько уже десятилетий я хожу на выборы. Если мы любим свою родину, если мы желаем ей процветания и благоденствия, если мы неравнодушны к ее задачам и проблемам, а неравнодушие – это всегда творчество, созидание, движение вперед, то это наш долг – прийти, проголосовать и сделать свой выбор. Свой гражданский долг исполнили и духовные лидеры. 18 сентября свой голос отдал муфтий председатель регионального и духовного управления мусульман Самарской области Талиф Хазрат Ярулин. Он пришел на участок вместе с супругой. 19 сентября сразу после воскресной литургии избирательный участок посетил владыка Нестор и епископ Тольятинский и Жигулевский. Я рад сегодня участвовать в выборах, которые проходят в единый день голосования и исполнить свой гражданский долг. Мы очень много говорим о будущем России, о том, как это должно быть, но человек, который не участвует в голосовании, он тем самым отстраняет себя от этого выбора и не берет ответственность за будущее своего народа. Вот я сегодня, так же, как и мои соотечественники, думаю, что голос, который я отдаю за людей, которые будут принимать законы, которые будут руководить нашим государством, это и есть наш выбор, наше доверие. Официально результаты голосования еще не подведены, однако по предварительным данным в стране и в нашем регионе в двух кампаниях по выборам депутатов федерального и областного парламентов с существенным отрывом лидирует партия «Единая Россия». Юлия Шевцова, Александр Туровский, Новости Тольятти. К другим событиям. Трагедия в Перми. 20 сентября около 11 часов молодой человек открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, а позже в самом здании. В Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что это был студент Тимур Бекмансуров. В результате 8 человек погибли, 24 пострадало. Одним из первых был убит охранник. 18-летний стрелок при задержании в связи с оказанием сопротивления был ранен и в тяжелом состоянии находится в больнице. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Губернатор Дмитрий Азаров выразил глубокие соболезнования семьям погибших и провел оперативное совещание с главами министерств и ведомств, на котором поручил проверить учебные заведения региона на предмет безопасности. Продолжаем выпуск. 21 и 22 сентября в Тольятти в связи с проведением плановых профилактических работ будет отключена холодная вода по нескольким адресам по улице Гидростроевской, Громовой и улице Лизы Чайкиной. Жители просят отнестись с пониманием. Питьевую воду можно будет получить в бойлерах. Когда на месте будущего Комсомольского района появилось первое поселение, правда ли, что Кунеевка началась с химиков? Как жилось с жителем до и после революции? И как повлияло на развитие деревни строительство гидроэлектростанции? Об этом и многом другом рассказали на очередной лекции интеллектуального клуба «Химия слова». Подробности далее. Интеллектуальный клуб «Химия слова» стал популярным местом проведения досуга. Здесь встречаются, знакомятся, обмениваются мнениями. Но главное – это пространство, где горожане могут абсолютно бесплатно получить новые знания в самых разных областях – науке, психологии, искусстве и истории. В этот раз темой лекции стала именно история – история Комсомольского района. Тема была выбрана не случайно. В феврале 2021 года Комсомольский район отметил свое 70-летие. У многих горожан и, конечно, жителей района эта лекция вызвала неподдельный интерес. Было много тех, кто пришел на открытую лекцию впервые, но были и постоянные слушатели. Одна из причин, почему я пришла на лекцию истории Комсомольского района, это потому что я очень люблю Комсомольский район, буквально влюблена в него. То есть он меня очаровал своей зеленью, очаровал своей архитектурой. Мне очень нравятся эти сталинские дома. И в целом атмосфера Комсомольского района, она завораживает. Лекции мы стараемся по возможности посещать все лектории, не пропускать, да. Потому что это очень интересное такое событие, которое было задумано корпорацией «Тольятти Азот». И тем более к этому имеется самое непосредственное участие наш друг и член Комсомольского совета Юрий Владимирович Петренко. Лектор, заведующий отделом развития и информационных технологий Тольяттинского краеведческого музея Татьяна Ткаченко. Татьяна Юрьевна – большой профессионал своего дела, который любит свой родной город и хорошо знает его историю. Уже долгое время она постоянный и неизменный слушатель интеллектуального клуба «Химия слова». Но на этот раз Татьяна Юрьевна была по другую сторону зала. Сегодняшняя лекция, конечно, об истории родного района, потому что 70 лет назад случилось такое событие переименование поселка Кунеевского в строительный поселок Комсомольский. И для меня, как историка и криведы, это повод отметить это событие. Ну и, конечно, в любимом проекте это отметить было здорово. На лекции тольяттинцы смогли узнать, что прародителем Комсомольского района было село Ставропольского уезда под названием Кунеевка. Что именно с химии соляных варниц началась история этого поселения. Много говорилось о пережитых революциях начала 20 века, о голоде, затронувшем все по Волжье, о коллективизации, первой пятилетки, первых лагерях для заключенных, а также строительстве Куйбышевской ГЭС. Особое внимание было уделено предприятию «Тольятти Азот», благодаря которому в 70-е годы Комсомольский район стал активно расти и развиваться. Именно флагман химической промышленности подарил району новую жизнь. Он обеспечивал застройку, создавал дорожную и коммунальную инфраструктуры, обеспечивал жителей объектами социального назначения. Здесь живет большинство наших работников, он ближе всех находится к заводу. У нас здесь много проектов, начиная, собственно, от Дворца культуры, несколько ведомственных домов, заканчивая большим количеством проектов, именно детских площадок, которые построили за последние два года, в том числе по проекту содействия по программе губернатора Самарской области. По традиции лектория увлекательная лекция завершилась живым диалогом в формате «Вопрос-ответ». Уже 1 октября в ДК «Тольятти Азот» состоится новая встреча. В этот раз лекцию для горожан прочтет психолог-консультант из Санкт-Петербурга Константин Кунах. Бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте dktaas.ru. И о погоде спонсор рубрики «Салон штор» «Аллегра». Компания «Аллегра». Весь сентябрь шьем шторы бесплатно. Покупайте только ткань. Новый магазин склад на автозаводском рынке. «Аллегра». Уют вашего дома. «Аллегра». Тольятти24.ru Наведите прямо сейчас камеру своего телефона на QR-код, который вы видите на своем экране. И сразу же попадете на наш сайт. Там много интересного. Смотреть наши программы также можно в бесплатном приложении «Тольятти24». Если у вас есть новости, сообщайте о них в наших группах в социальных сетях. С вами был Иван Шумилин. Всего самого доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова